Центр художественной гимнастики Строительство объекта находится под особым контролем губернатора Сергея Морозова. К объекту уже подведены все необходимые коммуникации. Полностью построено административное здание площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Как отметил подрядчик, сейчас на объекте ведется остекление витражей и окон, устройство входных групп. Выполнено на сегодняшний день порядка 40% от объема, который запланирован до окончания стройки. Вы видите, что на сегодняшний день возведено здание, сделаны ограждающие конструкции и сэндвич-панели. Сейчас идет остекление. Частично произошла отливка полов. В состав центра войдут три зала для проведения соревнований и тренировок с трибунами на 500 зрителей, разминочный зал и зал хореографии. Также будет гостиница на 20 номеров, столовая кафе на 44 человека, автостоянка и медиковосстановительный центр. Предполагается заасфальтировать порядка одного гектара земли и озеленить полгектара территории. На строящийся центр возлагают большие надежды. Сегодня подготовка спортсменов проходит на базе школы Олимпийского резерва, где занимается около 400 юных спортсменок. Как говорит руководитель Юлия Власова, из-за небольшой территории принимают не всех, но с появлением нового центра прием расширится до тысяч человек. У нас самая проблема сейчас в нашем маленьком зале, который находится на улице Лево-Толстого, квартал Матросова, у нас очень низкие потолки. Здесь идут стандартные специализированные залы для именно занятий художественной гимнастики. Так как идет работа с предметами, нам нужен высокий именно проброс предметов. Поэтому у нас острая необходимость в этом зале. По информации профильного ведомства, на строительство спорткомплекса будет выделен 501 миллион рублей из федерального и областного бюджетов. В 2020 году планируется выполнить внутренние отделочные работы, монтаж внутренних сетей, работы по благоустройству территории. Здание будет введено в эксплуатацию до конца следующего года, после чего проведут монтаж и установку спортивного оборудования. Спортивный центр позволит проводить крупнейшие соревнования на самом высоком уровне. Ирина Антонова, Данил Сурков, Новости Уллправда ТВ.